друзья привет сегодня продал самолет плюс 16 процентов дала эта покупка за три недели важно за сколько то 16 процентов за год мне не интересно за три недели интересно я вот когда продаю акция может и дальше расти но просто мне и динамика вряд ли устроит то есть я беру на вот когда потенциал прям возникает я беру оба бабусики зарабатываю перекладываю куда-нибудь все сегодня переложил газпром нефть который кстати я продал неделю назад на 7 процентов дороже да сегодня 7 процент дешевле взял все и мне интересует именно динамики на единицу времени я могу продать она может и дальше там еле-еле душа в теле расти но мне интересна именно динамика поэтому и у меня доходность такая хорошая большая как вы видите что я там делаю по 15 процентов за месяц за три недели за две недели но не всегда конечно бывает там и 5 процентов за две недели но еще бывает приходится ждать некоторые компании ну что то есть в итоге сорно портфель дается очень существенный рост потому что вот таких сделок много которому дают хороший результат есть компании которые могут упасть да конечно есть дело то не в этом чтобы все не отгадать там рассчитать в сто процентов лучше да нет нужно просто делать 80 процентов успешных покупок и все будет нормально можно даже меньше но у меня выходит больше даже наверно больше 80 процентов вот там схема конечно много нюансов вот допустим не спрашивают антон у меня вопросик по сберу если есть акции в портфеле плюс 52 процента по стратегии активного инвестирования их надо продать вопрос а потом снова ждать точку входа вопрос вы бы как сделали но вот статей активного инвестирования это не только купить дешевле продать дороже там много все считается то есть считается считается учитывается портфель в комплексе почему люди которые приходят ко мне на разбор я же их не просто так подключая к своим сделкам я перед этим перелопачиваю их портфель что там у них какая у них конкретно у самих ситуация да но стратегия активного инвестирования это не только там купил дешевле продал дороже это слишком просто но но с моей процентом вероятности успешных сделал даже этого как бы можно может хватать но есть же допустим компании которые падают да это неизбежно а я их все равно вывожу в плюс раз есть регулировка кэша 2 есть риск менеджментом по позициям по отраслям то есть ну по стратегии активного инвестирования вопрос у вас как делать по стратегии активного инвестирования но я же не могу так вот взять скандочка и взять ее рассказать вот в одном видео такое не бывает у меня даже когда на обучение люди приходят там ну довольно таки много месяц на целом учимся причем месяц учимся на практике потому что теория без практики тоже деньги на ветер ерунда полнейшая вот такие дела поэтому так вот как нужно ли вам продать сбер или нет откуда я знаю что у вас там еще в портфеле есть откуда я знаю сколько у вас там кэш откуда я знаю сколько у вас там по отраслям разбивка давайте вопрос дальше но вообще да я покупаю делаю деньги на за период времени за какой-то да если у меня динамика на этом периоде времени по отношению к факторам которые моделируют денежные потоки компания устраивает я продаю не устраивает жду еще то есть я могу не продать 15 процентов а могу продать 5 процентов от структуры портфеля тоже многое зависит следующий вопрос привет как относишься к сегеже смотрите сегежа и подобные компании это компании роста в портфеле важно соблюдать риск менеджмент то есть как правило компании роста я им много не даю то есть у меня сегежи ну прям совсем чуть-чуть понимаете и это раз два с компаниями роста нужно вовремя покупать вовремя продавать и не ждать там вот допустим одних там плюс 50 процентов они могут дать конечно но они могут туда-сюда болтаться да а могут и туда-сюда болтаться и вниз постепенно как сегежа идет но я же зарабатываю на сегеже вы же видите это я же скрины показываю вот купил продал купил продал сегежу но опять же я много ее не беру нельзя такие компании много брать потому что они могут очень сильно вот допустим там яркий пример там спб биржа но нельзя такие компании роста много брать Потому что они как могут дать Большой рост, они так могут дать И большую просадку И свой портфель Ставить в зависимости от одной компании Даже такие компании гигантов Как новотек я много не беру Но много понятия относительно Каждой компании я уделяю свою долю Но Сегежу я Беру периодически Я жду от нее роста Вот Конечно Европейские санкции Европейский рынок Она там очень сильно потеряла Санкции наложили на деревообровочную промышленность Вот Но Я планирую На ней еще заработать Но много просто не беру ее Давай следующий вопрос Антон, здравствуйте Хотелось бы узнать ваше мнение по компании Брау Дюрсо Как считать, в долгосрочном портфеле Брау Дюрсо у меня нет Но она есть в допах В допах все равно нет компании Которая не имеет потенциал роста Брау Дюрсо имеет потенциал роста Она там у нее и Питомник она открыла И посевные площади у нее увеличиваются И линейка у нее увеличивается Именно продукции То есть она там уже и масла, и тоники, и крепкие напитки Вот И продажи у нее хорошо идут Ну то есть и турсектор Само вот это Брау Дюрсо развивается Поэтому Для среднего срока Идея хорошая Но опять же вовремя надо брать Вовремя продавать То есть Ну сейчас у меня нет В портфеле Брау Дюрсо Только недавно вот продал Посмотрю чуть попозже Может быть опять зайду Понимаете Я не мариную эти акции У меня есть конечно портфель долгосрочный Есть Это ну И причем он Ну Довольно таки существенный Гораздо больше Кратно Чем вот этот Который я освещаю Да Но это тоже не единственный мой портфель Вот И у меня есть чем сравнивать У меня есть доходность Долгосрочная Активная Пирата Я же вижу разницу Долгосрочный портфель Он конечно хорош Но даже долгосрочный портфель Я делаю периодически Ребалансировку Раз месяц Делаю ребалансировку Тоже И тоже покупаю по точкам входа А не так Этот куплю Буду равноверно покупать Или равномерно класть На портфель И что Он будет равномерно Ни туда ни сюда В текущих условиях Нет Там тоже как бы Есть точки входа Там есть Ребалансировки Просто там я не Продаю полностью Да А где-то подрезаю Где-то докупаю И там Кто там В телеграме Видел Я выкладывал Скрин Ссылка на телеграм В описании К ролику Там Вообще Очень Очень большие Проценты По 100% По 80% По 70% Акции Да Ну и что Это красиво Портфель Зелененький Позиции Показывают Там Плюс 50% Плюс 60% Плюс 7% Ну и что От этого толку Суть-то Не в зелености Портфеля Как Кто-то пишет Ну это вообще Конечно Смотрят На открытые Позиции Портфель Вот Который Вы Вот зеленое Продадите Красное Останется Портфель Будет красным Но это не значит Что он Будет Минусовым Ну то вы же зеленое Продали Красное Оставили Портфель красный Показывает По открытым позициям Минус Считать надо Было Стало На единицу Времени Естественно И вот Доходность У активного Портфеля Намного Прям Очень Намного Больше Чем у Долгосрочного Ну Ну как Как потопыш Так полопаешь Акции Вверх Вниз Ходят Вверх Вниз Я здесь Продаю Здесь Покупаю Всегда Там я взял Сбербанк Сколько он там дал 7% Когда я его Убрал Сейчас скажу Сбербанк Сбербанк Воспринимать В комплексе А не как Набор Отдельных Компаний Воспринимать Портфель Как единое Целое Состоящая Из Отдельных Позиций А не Отдельные Позиции Воспринимать Отдельно Которые Составляют В совокупности Портфель То есть цель Должна Чтобы портфель Рос В совокупности Понимаете Я это Прекрасно Обеспечиваю Вы Все Прекрасно Видите Ну все Друзья Мы задавайте Вопросы Получайте Ответы Пока